МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прекрасные люди. В гостях у нас сегодня работники культуры, которые уже перед началом предложили начать программу нестандартно. Где-нибудь в середине я озвучу, как мы это хотели начать. Итак, у нас в гостях директор парка культуры отдыха Сергей Петрович Баранов и его правая рука, матушка-сова, заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Александрова Наталья Павловна. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые жители города. Такие серьезные. На самом деле все не так. На самом деле все не так. Работники культуры очень веселые. И мы сейчас в течение этого часа убедимся. Прежде чем мы начнем, хочу сказать вам огромное спасибо, что вы пришли к нам в гости. И хочу поздравить от себя лично и от телеканала «Орел» с 30-летием, правильно? Да. С 30-летием парка культуры и отдыха. И прежде чем мы подберемся к этой прекрасной цифре, молодая, да, относительно, вот если переводить на людей, молодая цифра, такой прекрасный возраст. Все еще впереди. Да, 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 но еще и уже не юноша, но еще и не, как сказать, старичок, да, веселый, интересный возраст. Так вот, прежде чем мы перейдем к этому возрасту, я предлагаю немножко поностальгировать и окунуться в историю, воспоминания, провести, может быть, какую-то аналитику, если говорить такими правильными словами. Как все начиналось? Что было, когда вы пришли, кстати, когда вы пришли в парк? Когда это было? В парк культуры я пришел и руковожу уже 14 лет с 2003 года. Так, и расскажите, куда вы пришли? Что это было? Пришел я, можно сказать, весело. Я отесанным деревенским парнем, который только постиг работу культуры на селе, в деревне Новоселье, и мне предложили стать руководителем парка культуры отдыха. Конечно, было очень страшно, все это ново было. Первый месяц я даже не понимал, кем работаю, что делаю. Пришлось много постигать. Это, естественно, технические вопросы, вопросы безопасности аттракционов. Это для меня было нечто. Сколько было аттракционов на тот момент? На тот момент было порядка трех батутов и четыре механических аттракциона. Это много или мало? Как это? Ну, для парка это мало, конечно. Ненамного и сейчас количество аттракционов подросло, потому что по истечению срока что-то списывается, на место приобретаем новые аттракционы, и огромное количество единиц, конечно, обслуживать очень тяжело. И по посещаемости нашего парка, ну, хотелось бы еще чего-то. Об этом мы тоже поговорим. Вернемся все-таки назад, не будем перескакивать. Не было ощущения такого, что мамочка, там же такая территория. Было. И я как молодой активный специалист пришел и приступил к проектированию парка культур отдыха. Мне тогда казалось, что это проектирование. У меня был замечательный работник, художник Холмеев. Мы с ним на листах ватмана, на приемной, рисовали от карандаша, чертили всю территорию парка. У нас были досуговые объекты, кафе-маяк на берегу реки Плюсы, шикарное колесо обозрения, автодром, дорожки, места отдыха вдоль реки Плюсы. И, ну, вы понимаете, когда художник такой именитый рисовал это, пусть хоть карандашом, это был шедевр. Не сохранилось? К сожалению, нет. Эх. К сожалению, нет. Но потихоньку, конечно, понемножку мы воплощаем по мере финансирования парк. Немножко преображается. Если кто помнит, в 2003 году я пришел, что по обе стороны от эстрады были пустыри. На одном из них складировались строительные плиты, что-то это. Сейчас у нас на том месте две спортивных площадки. Одна для скейта, другая многофункциональная площадка. Да, и эстрада тоже была. Эстрада была деревянная. Если я не ошибаюсь, наверное, она видоизменилась уже, наверное, 4 или 5 раз. Была деревянная. Потом одна арка была металлическая. Потом металлическую эту арку мы облагородили профлистом. Ну вот в конце, конечный итог, это уже современная арочная конструкция эстрады. Вот сейчас парк культуры отдыха, он не только как место, где аттракционы, да, и батуты, и так далее. А вот еще там много-много разных мероприятий проходит. Когда вы пришли на работу, такая же была история с мероприятиями? Ой, к сожалению, когда я пришел на работу, с уходом предыдущего директора, ушел весь культурно-массовый отдел. И я остался один в парке культуры отдыха. У меня был большой опыт хорошего учителя по проведению мероприятий. И делать мероприятия я умел. Руководить еще не умел, а мероприятия умел. Но, к сожалению, было очень тяжело совмещать две должности. Но потом притягивали мы к себе кадры, которые помогали. Ну и вот доросли до сегодняшнего уровня. И я очень рад, что со мной сейчас работает такой специалист, моя правая рука, с огромнейшим опытом, с огромнейшей фантазией творческой. Сергей Петрович, не перехвалите. Нет, это на самом деле так. Да, я даже ни капли листья нету. Просто очень комфортно работать. Мне так кажется, что мы понимаем с полуслова друг друга, даже идеи. Наталья Павловна подходит ко мне и такая, Сергей Петрович, может это, это? Я такая, нет, нет, нет. Вот это и все, поехало, и значит все будет замечательно. Так, Наталья Павловна, я думаю, что не будет секретом, мы вас очень давно ждали в свои объятия, правда? В смысле? В смысле Сергей Петрович вас долго ждал, когда вы к нему придете на работу? Ну, я думаю, что я уж не работала не в культуре. Я работала в культуре, мы работали все вместе, одной командой, и с парком культуры тоже вместе работали. А сейчас вообще двойная выгода. Да, я очень счастлива, что работаю в парке под руководством такого директора. Сергей Петрович, вас окружает цветник, я знаю. С приходом Натальи Павловны также в парк пришли новые работники, которые по творческой деятельности Натальи Павловны, с ней рука об руку шли многие года. Это также другая моя рука замдиректора Иванов Александр Алексеевич, руководит аттракционной техникой Иларионов Владимир Владимирович Викторович. Звуком руководит Морозов Сергей Валерьевич. Так что у нас большая творческая семья. Ну, достаточно долго шли к этому, да? Трудный путь. Как вообще вот это вот становление от того, что было и то, что стало? Вы вспоминаете это с трудом, что это было тяжело, плохо. Ну, вы упомянули, да, что было тяжеловато, но все-таки в общем? В общем, на нашей работе время летит незаметно. Это когда в ностальгию входишь, да, какие-то были трудные времена, когда-то тяжело. Но когда делаешь праздники и видишь результат своей работы, видишь удовлетворенных посетителей города, все плохое забывается. Немножко еще про аттракционы. Их готовит один человек только? Нет, целая команда готовит. Конечно, аттракционы очень важная структура, которая требует особого внимания, и поэтому именно безопасность аттракционов. Поэтому это ряд мероприятий, которые с окончания периода до начала эксплуатации проходят. Это освидетельствование, это обязательно подготовка всех узлов, агрегатов, какой-то косметический ремонт. В течение всего года эксплуатации это ежедневные осмотры, ТО проходят. Это очень сложно, хотя у нас мало аттракционов, но времени занимает этот процесс очень много. А сколько надо аттракционов, чтобы было немало? Нет, на такой вопрос нельзя ответить, сколько я. Хотелось бы, чтобы аттракционы менялись, потому что жители нашего города уже привыкли к одним и тем же. И чтобы не было скучно, ежегодно мы приглашаем в парк гастролирующие, это и цирки Шепетой, передвижные лунопарки. Многие индивидуальные предприниматели к нам приезжают и выставляют свои аттракционы. У нас нет гонки за прибылью, а наоборот, работаем так, чтобы жителям нашего города было интересно. И приходя в парк, они видели что-то новое. Вот расскажите немножко про подготовку к открытию именно сезона. Конечно, парк культуродыха работает круглый год, но вот этот момент самый ответственный, открытие сезона, как к нему происходит подготовка? Кто это делает? Ну, территория парка, вот огражденная, это около трех гектаров. Естественно, это всю территорию, она, к сожалению, она не вся благоустроена. Ее приходится убирать. Убирать от листвы, от старой травы, подсыпать дорожки, делать косметический ремонт ограждений. Также каждый аттракцион в конце сезона мы проходим освидетельствием. На основании освидетельствений аттракционов выдается акт дефектации узлов. И по каждому дефекту, каждый дефект мы исправляем в течение зимнего периода. Мы это работники парка? Работники парка, да. И вот перед началом эксплуатации мы к комиссии ходим, проверяем, все ли узлы, агрегаты на месте, все ли были исправны. И тогда комиссионно даем заключение, что аттракцион готов к эксплуатации. Так, а творческая сторона? А творческая сторона, да. Открытие сезона. Наталья Павловна, наверное, да, творчество? Потому что вы так углубились в эти все подготовки аттракционов. Я так понимаю, еще был задан вопрос о том, что кто готовит парк к новому открытию сезона, да, мы тоже принимаем творческие люди. Обязательно. Например, не дали, как позавчера мы выходили всем творческим коллективом, красили, убирали. То есть в подготовке сезона участвуют все. Директор и весь коллектив вместе с ним. Ну и в творческой деятельности. Так же самое, как и в творческой деятельности. Да, вот и про творческую деятельность так же самое, Сергей Петрович говорит. Дело в том, что на данный момент действительно правильно было сказано. Вот у нас в парке культуры коллектив очень сплоченный и творческий. Зам. директора по хозяйственной части, он великолепно может сам написать сценарий, участвовать во всех наших представлениях. Правда, не всегда ему хватает времени на это. Но когда у него получается, он с удовольствием это делает. Реквизит какой-то они делают своими руками. Поэтому трудностей в этом нет. Коллектив сплоченный, и мы с удовольствием со всеми работаем. В погодных условиях есть проблемы? Конечно, есть проблемы. Если, допустим, в городском доме культуры то, что запланировано, всегда можно выполнить. Мы, к сожалению, тратим свои творческие силы, придумываем. Но пошел дождь, и все пошло на смарку. А у вас нет на этот случай нескольких сценариев? Этот на случай дождя, этот снега, этот солнце? Ну, где-то он все равно будет на улице. И зритель во время сильного снегопада, и сильного дождя, или сильного ветра может не прийти. Либо придет какое-то небольшое количество людей. А, как правило, последние годы к нам ходит очень много наших горожан и жителей района. Но такие погодные условия, допустим, нам помешали ли погодные условия провести хорошо новогодний праздник. Был очень интересный сценарий. Задействованы такие силы, и все наши клубы работали. Но не так много пришло людей из-за того, что лил дождь. 27 декабря лил дождь. Проливной дождь с сильным ветром. Какой Новый год. Но, однако, в резиденцию Деда Мороза была большая очередь. Также мы немножко опасаемся за 1 мая. Мы готовим открытие нашего творческого сезона. По прогнозу, вроде как, хорошая погода должна быть. Но, однако, боимся. Потому что очень интересная программа на 1 мая придумана в этом году. Мы открываем 30-й юбилейный творческий сезон. Мы к этому мероприятию подготовили тщательно. Силы большие задействованы. Все клубные работники вместе с ребятами из клубов по интересам задействованы. Все творческие коллективы города. Городской дом культуры огромное спасибо. Хочется сказать городскому дому культуры за то, что они являются кузницей талантов. И все коллективы участвуют на нашей площадке, на наших концертах. Мы очень рады сотрудничать с таким приятным коллективом, как городской дом культуры. Также интересный сценарий и утренняя детская программа. Мы не будем отходить от традиции, что пуск аттракционов пройдет 12 часов. Единовременно запуск аттракционов. Красиво, сказочно. Сказочная программа, подготовленная для детей. Секреты раскрывать не буду, но жители придет нам в парк. Мы даже обрадованы. О том, что что-то новенькое будет. Днем будут работать детские игровые поляны. Также мы пригласили студию «Валентинка» для проведения детской дискотеки. Они с удовольствием согласились с нами сотрудничать. В 16 часов у нас состоится огромный концерт. Творческие коллективы города, районы, солисты города, районы. Все приедут к нам. 30 концертных номеров. И еще бы больше, но мы понимаем, что зритель может... Сложновато 2 часа на улице, если еще будет ветер и дождь. Хотелось бы, конечно, всех охватить. Я вас немножко прерву. У нас есть небольшой видеоролик именно об открытии творческого сезона, но прошлогоднего. Давайте посмотрим, как это было. Вспомним. В первомайские выходные в городском парке произошло долгожданное событие. Заработали сланцевские крылатые качели. И стартовал летний сезон. Специалисты парка активно готовились к этому мероприятию. После долгой спячки аттракционы по очереди прошли обязательное техническое обслуживание. Территория благоустроена, к празднику украшена. И все лето парк будет ждать своих маленьких и больших гостей. Примечательно, что цены на билеты в этом году по сравнению с прошлым не изменились. С погодой несказанно повезло. Сланцевчане с удовольствием пришли на праздничное мероприятие под названием «Свистать всех наверх», которое было, как всегда, насыщенно и полно сюрпризов. Торжественный пуск аттракционов, игровые поляны и, конечно, концерт. Программа была в морской тематике. Место действия корабль, ведущие матросы, а капитан судна, естественно, директор парка. Яркое, веселое и запоминающееся зрелище. Особенно торжественное поднятие паруса, который, как по сценарию, зацепился тут же за дерево и не собирался покидать палубу корабля. Сланцевские детские творческие коллективы радовали зрителей новыми номерами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На праздничном мероприятии также главы нашей администрации района поприветствовали участников и поздравились с праздником. В общем, день открытия летнего сезона в морском духе прошел на высоком уровне. Посетителям парка скучать не пришлось. И самое главное – малыши с родителями оккупировали все аттракционы. Напоминаю, у нас в гостях директор парка культуры и отдыха Сергей Петрович Баранов и заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Александра Наталья Павловна. Мы говорим об открытии сезона, нового творческого сезона, 30-го сезона, звездного, в парке культуры и отдыха. Телефон прямого эфира 2-35-35. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Посмотрели ролик. Прекрасная совершенно погода, действительно замечательная. Но я думаю, что погода прямо ждет 1 мая, чтобы наладиться, чтобы открытие прошло великолепно. Мы надеемся. Именно так и будет. По-другому и быть не может. И тематика прошлого года – это морская тематика. В этот раз это будут звезды. Мы в прошлом году в открытии сезона назвали «Свистать всех наверх» и приглашали на наш лайнер под названием «Парк культуры» все творческие коллективы, всех наших друзей. В этом году у нас называется открытие творческого сезона «Все звезды в гости к нам». То есть мы считаем, что, конечно, есть звезды, эстрадные, шоу-бизнеса звезды. Но наши звезды нашего города, нашего района не менее яркие, чем те, которых мы видим на телеэкранах страны. Поэтому мы считаем, что все наши артисты – это звезды. И мы всех звезд пригласили к себе в гости в «Парк культуры и отдых» на открытие сезона. И он будет звездным еще и потому, что он 30-й, потому что он юбилейный. Какие подарки вам уже подарили на 30 лет? Подарков еще не подарили, но сам юбилей мы планируем отпраздновать 20-го июля. В день рождения Ленинградской области? Да, так что ждем всех гостей к нам с подарками. Мы считаемся как одна треть Ленинградской области. Ленинградская область – 90, нам – 30. Ну, так мы как бы так пристроились немножко. Ну, в принципе, с чем мы подошли к 30-летию, чуть-чуть озвучили. Или что-то еще не дозвучили. Что еще хорошего, прекрасного происходило в парке за эти 30 лет? Ну, вот сейчас я посмотрел ролик, и в прошлом году для жителей города мы приобрели замечательный батут «Слоник в дживулях». И в прошлом году ко мне подходила жительница города, молодая мама, с вопросом, а почему нет ничего для маленьких деток? Мы приходим в парк, вроде на батут маленького ребенка, страшно там большие, он боится туда уйти. Что-то для маленьких деток. Я пообещал, что подумано над этим вопросом, и в этом году для жителей города у нас приобретен замечательный сказочный паровозик на рельсах для маленьких детишек. Вы его уже, наверное, видели на дне города, мы пробный рейс сделали. И этот аттракцион, я думаю, в этом году будет радовать всех посетителей. Прекрасно. 9 мая тоже, в общем, традиционный праздник, и проходит он на территории парка культуры и отдыха. В этом году будет что-то тоже интересное. Я знаю, что вы делали реконструкцию, довольно масштабное мероприятие. Тоже, я думаю, много сил было затрачено. Да, да, это был 14-й год, 9 мая 14-го года. Было интересно и в этом поучаствовать в качестве режиссера, постановщика и всем ребятам, кто в этом участвовал, было интересно. В этом году мы повторяться, конечно, не будем, но традиционно уже третий год подряд обязательно пройдет опять же акция «Споемте вместе день победы». В этом году хор школы номер один придет в помощь, как нам обещал руководитель, 70 человек детей на сцену будут приглашены для того, чтобы вместе с посетителями парка, кто придет в этот день, исполнить нашу священную песню «С днем победы». Ну а затем, опять же, наш концерт, он в этом году будет немножко необычным, но пока я не буду говорить, почему, потому что мы еще не до конца сделали то, что наметили. Поэтому не будем забегать наперед, но надеемся, что он будет не такой, как всегда. Да, опять же, в нем будут участвовать все творческие коллективы города. Мы надеемся, что он народу понравится. Вот 1 мая, 9 мая, очень близкие даты. Как проходит подготовка? Ведь это же два таких огромных масштабных мероприятия. Где вы берете силы, где вы берете вдохновение? Привычка. Да, как привычка. Ну и потом считают, что если мы 30 сентября закрываем свой творческий сезон, то до 1 мая у нас совершенно такой простор для фантазии. И мы ничего не делаем, мы только сочиняем сценарий к 1 мая, к 9 мая и к всем остальным праздникам, которых огромное количество будет летом. Но это совершенно не так. Мы за тот период, который называется у нас закрытым творческим сезоном, мы не успеваем отдохнуть, потому что в этом промежутке тоже приходится проводить много интересных, больших мероприятий. И таких, как Масленица, и таких, как Новый год, и мелкие мероприятия. Силы берем, но, наверное, вы знаете, что культоработники, они вообще все сильные. Они двужильные, треожильные. Поэтому нам дай простор для фантазии, а в парке культуры он есть. Они разрешают полет фантазии свой проявлять в любых, как говорится, количествах, только бы он был. Поэтому сложность просто, что два мероприятия одно за одним, и они все-таки разные, да, 9 мая все-таки более такое патриотическое направление. 1 мая оно такое развлекательное, веселое мероприятие. Ну, мы стараемся к этому подготовиться и заранее, конечно, но всегда не хватает одной ночи. Как тем, что... А насколько сложно не повторять темы? Ведь гораздо проще пойти по созданным шаблонам. Вот морская тематика и всего. Значит, у нас на открытии сезона всегда морская тематика. Почему бы так не сделать, чтобы облегчить себе жизнь? Мы хотели в этом году также назвать «Свистать всех наверх». Но ведь это такое выражение, что оно может не только морскую тематику, правильно? Оно подразумевает то, что быстренько все к нам бегом, бегите, мы вас ждём. Но как-то пришло на ум планеты, звёзды, галактики. В общем, если сам не придумаешь себе заботу. Да-да-да. Поэтому, нет, повторяться это неинтересно. Я думаю, что... Ну, во-первых, конечно, жители, которые к нам приходят, но основной костяк, они же те же самые. И почему мы должны их не радовать какими-то новыми своими идеями? Неинтересно будет. Они не будут к нам ходить, а мы... Мы только за то, чтобы к нам было... У нас было больше зрителей и посетителей. Вот касательно закрытия творческого сезона, может быть, стоит переименовать? Это же закрытие аттракционов. Потом перестают работать аттракционы, а вы же работаете. Может, всё-таки не творческого сезона закрытие? К сожалению, закрытие летнего творческого сезона переход в зимний творческий сезон. Ну, вот как-то он... Никто не думает, что у нас ещё есть зимний творческий сезон. Летний... Закрытие сезона... Почему? Потому что у нас эстраду летнюю убирают. Мы уже практически на ней, после закрытия сезона, практически не проводим мероприятия на эстраде, потому что она не может стоять полностью одета, с одеждой сцены, под зиму, поэтому она, и крыша там опускается немножко, поэтому мы как бы и эстраду закрываем, и летний творческий сезон. Конечно, летом-то больше мероприятий, чем зимой, конечно, больше масштабных имеется в виду. Так вот, насчет помощников. Я имею в виду клубы по интересам. У вас работает на данный момент сколько клубов? Пять клубов по интересам. Пять клубов. Ребята, которые там занимаются, они помогают вам? Это незаменимые помощники. Естественно, вот вы сказали, много мероприятий, как вы успеваете сделать эти идеи? Естественно, без помощников никаких идей бы не было. Ребята с клубов – это волонтеры, которые безвозмездно приходят и помогают нам украшать парк. Они становятся артистами, организаторами полян, выходят на сцену. Хочется сказать всем им огромное спасибо, ребятам. Без них бы мы, конечно, не справились. А есть нехватка сейчас в кадрах? Это серьезный очень вопрос. Давайте серьезно поговорим. Серьезный вопрос. Как-то рассчитывать больше с юмором. Да, да. Нехватка есть, конечно. Конечно, к сожалению, вот для меня, наверное, для вас, вы мои коллеги, вопрос о том, что бытует такое мнение, что что там работать, делать праздники. И каждый знает, и проводя праздник, к тебе подойдет и водитель, и продавец, и посоветуют, как же сделать праздник. Все умеют, все сделают, это очень просто. На самом деле это не так. Опять же, к творческим идеям. Если бы не было этих творческих идей и разнообразия, как у работников, что сказала Наталья Павловна тогда, и единообразно мы делали праздники, мы были бы неинтересны жителям нашего города. И хотелось бы много, много очень ребят из клубов по интересам, из города, были направлены в колледж культуры. К сожалению, умные и творческие ребята, они пытаются найти место лучше и почему-то рвутся в город Санкт-Петербург. Ну, не много, некоторые остаются у нас. И хотелось бы, чтобы престиж нашей профессии рос, чтобы культработник не ассоциировался с понятием скомарок. Это все-таки профессия творческая, думающая во всех смыслах этого слова. Как же этого добиться? Ну, я могу сказать, что вот, например, в прошлом году к нам с колледжа культуры пришел замечательный работник, творческий. О нем, наверное, расскажет больше Наталья Павловна, которой мы довольны, которая является также помощником Натальи Павловны. Это про кого, вроде? Это про Анну Игоревну Гончарова, которая закончила наш колледж культуры. Она дважды приезжала к нам на практику, она самосланцевская девушка, ее, наверное, многие знают, творческий человек. Она занималась в нашем, когда-то, когда была еще подростком, она ходила к нам в клуб «Костер». Кстати, выросла из клуба «Костер». Да, и доросла до специалиста высококвалифицированного, очень интересного режиссера она у нас сейчас, режиссер массовых зрелищ, массовых представлений. Анна Игоревна Гончарова, замечательная. Также у нас и, ну, допустим, завмассовым отделом Яна Михайловна Яковлева, наверное, ее тоже все знают. У нас сейчас появился менеджер Елена Владимировна Иванова. Коллектив хороший, творческий и сплоченный. И это легко работать в этом плане, когда есть на кого опереться. Но и вот я не могу не сказать о том человеке, который Сергей Петровича научил, является его мамой по профессии. Это Людмила Дмитриевна Безязыкова. Ну, без нее нам вообще никуда. Это просто генератор каких-то идей. Она сейчас создала новое объединение любительское, легко называется, Людмила и компания. Это любительское объединение, объединяющее мастеров, ремесленников. И причем, оказывается, их так много. И они с удовольствием идут к ней на всевозможные занятия, мастер-классы. Первый месяц у нас. И мы думали, что это будет небольшое количество людей. Но на первое заседание, так скажем, пришло 30 человек. Ничего себе. Это мастера, они руками что-то мастерят. Да, да. Это и бисероплетение, это и лоза, это и береста. А пришла женщина, я не знаю, как фамилию, не помню, вернее, Людмила Битина говорила. Она сама была удивлена. Какой-то невероятной техникой, невероятная техника куклы. Очень красивые куклы. Она довольна, конечно, Людмила Битина. И мы счастливы за то, что она вот так себя нашла в очередной раз. И у нее и своя си, конечно, замечательный коллектив. А сейчас у нее еще и любительское объединение одно. И в дополнение скажу, что уже третий раз мы будем проводить 12 июня районный фестиваль мастеров. Сергей Петрович, четвертый раз. Четвертый раз. Сергей Петрович потерял счет года. А вот, опять же, касаясь специалистов и клубов по интересам, там достаточно людей? Ведь это же нужно тоже руководить или... Ну, к сожалению, хотелось бы большего, потому что идет текучка. А может даже текучка идет от хорошего, потому что два работника клубов у нас уходят в декрет. Замечательные работники уходят в декрет, на их место надо кого-то искать. То есть, в принципе, мы сейчас можем пригласить людей. Нужно какое-то специальное образование, да? Или можно по зову сердца, по зову души прийти и попробовать себя в качестве руководителя клуба по интересам? Конечно, специальное образование, педагогическое или образование культуры требуется. Но если человек имеет опыт, любит работать с молодежью, активен и молод душой, то милости просим на собеседование. Возрастных ограничений нет? Хотелось бы помоложе. Сергей Петрович действительно очень, у него много энергии, много интересных идей, задумок. И, наверное, не каждый директор может похвастаться тем, что какое-либо мероприятие он может разработать самостоятельно сценарий. Он может его разложить и по ролям, и провести репетицию. И, честно говоря, я никогда самостоятельно, вот сценарий, я напишу его, но без пера, розчерка пера Сергея Петровича и совместной какой-то беседы, обсуждения, я этот сценарий не выпущу. Потому что для меня, например, его мнение очень важно. Он, как говорится, у меня может быть глаз замылился. Я писала-писала, либо там кто-то из моих девушек писали-писали, мы раз и что-то не пойдем, мы к нему идем, он подскажет просто с одного слова. И действительно очень интересные и нужные такие моменты, которые очень значимы для проведения мероприятия. Нам повезло в этом плане. А бывает так, что, вот Сергей Петрович сейчас рассказывал, как вы ходите там вдоль заборчиков, что-то там правите, красите, аттракцион. Бывает так, что Наталья Павловна пошла с рабочими красить, там подметать, а Сергей Петрович творит. Бывает такое? Нет. Нет, 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 такого не бывает. Потому что Сергей Петрович, если он, допустим, даже остался в кабинете, то это понятно, значит, на него нагрузили какой-то объем немоверной бумажной работы. И он сидит там, корпит за компьютером, только для того, чтобы побыстрее вырваться к нам и прийти к нам и вместе делать какие-то физические какие-то работы. Вот, например, может быть, кому-то непонятно то, что парк культуры, это действительно, Сергей Петрович, это огромная площадь, да? И если аппаратура у нас на эстраде, допустим, не стоит, ну ее нельзя оставить. Понятно, и по погодным условиям, и по человеческому фактору нельзя. Поэтому каждое мероприятие, даже пускай они два дня подряд будут, мы эту огромную аппаратуру выставляем на эстраду, потом мы опять ее убираем, потом мы, опять же, физические силы нужны, и все, у нас директор носит эти колонки вместе с рабочими, а иначе никак, иначе мы не справимся. А можно призывать жителей на помощь? Нет, есть активисты, которые помогают, конечно, ребята с подростковых клубов с удовольствием нам помогают в этом, одним бы нам не справиться. Замечательно, вот у нас как раз есть активисты, наконец-то у нас есть телефонный звонок, и да, говорите, мы вас слышим. Да, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, очень хочется поздравить парк культуры с юбилеем, сказать администрации и работникам большое спасибо, и с нетерпением ждем открытия сезона, и желаем парку культуры о процветании и новых творческих побед. Спасибо большое. Спасибо. Вот прекрасный звонок. Молодой голос, очень приятно. Вы просили, помоложе. Может быть, это наш будущий работник? Может быть, и почему нет. Почему нет? А у вас нет такой программы, направленной на выявление, ну, не талантов, так скажем, а людей, которые могут прийти и работать в парке? Нет, ну, не секрет, когда мы проводим мероприятия, мы практически всех творческих детей, которые стремятся к творчеству, мы видим на нашей эстраде, на сцене городского дома культуры. Мы присматриваемся к ним, знакомимся, общаемся. Вот для меня было открытие праздника выпускников. Потому что открытие... Почему? Потому что я там видел детей, которых в течение года в городском доме культуры, в парке не видел. Это простые ученики, которые занимаются чем-то другим, но еще творчеством вплотную они не занимались. Только на уровне школы. И когда они готовят творческие номера от своих выпускных классов, я вижу, замечательных детей просто радуются. Естественно, мы сразу как-то пытаемся контактировать с ними, связи какие-то. Вот вы окончили школу 11 класс, кем вы хотите стать дальше, а не пойти ли вы вам учиться в культпросвета училища, а может и в институт культуры, посвятить свою работу, свою жизнь творчеству. И по программе тоже хочу добавить. Как раз у нас Анна Игоревна Гончарова в апреле, нет, в марте, она провела 4 встречи в каждом клубе. В 4 клубах она провела встречи по профориентации. Рассказала им о Ленинградском областном колледже культуры и искусств. Провела с ними тесты, поговорила с ребятами. И вы знаете, многие заинтересовались и задают ей до сих пор множество вопросов, как поступить в колледж. То есть мы надеемся, что вот такой работой мы поможем и нашему Исланскому району в новых кадрах в культуре, и Локи получат новых интересных ребят. Так, хорошо. Поступают ли жалобы от жителей города? Ну как же без жалоб, конечно. Тоже неинтересно было бы, да? Да, неинтересно, да. На что жалуются в основном? На аттракционы? Благоустройство территории, конечно. После дождя к некоторым аттракционам просто подойти нельзя. И пока постепенно, вот сейчас, в прошлом году мы облагородили центральную аллею. В планах у нас сделать дорожки к аттракционам дальше провести, облагородить пустыри. Вот, 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 мы постепенно подобрались к хотелкам, к желаниям, чего же хочется на ближайшие 30 лет. Желаний очень много, но естественно, чтобы все это воплотить, нужен комплексный проект парка культуры и отдыха. Какие сложные слова вы говорите. Жизнь научила. Да? Да. Ну, к сожалению, стало понятным, что просто захотел и там сделать дорожку, там поставить беседку, это не совсем правильно. Надо рассчитывать на потребности посетителей, на проходимость парка культуры, чтобы всем было комфортно, чтобы стояло достаточное количество мест отдыха, урн, хочется, чтобы наконец-то в парке стал цивилизованный общественный туалет, освещенные дорожки и многое-многое другое, конечно. В общем, работать еще и работать. Да, и хотелок у нас много, потому что каждый август мы составляем бюджетную заявку, да, и Сергей Петрович как-то один раз провел эксперимент. Он сказал, сделайте мне бюджетную заявку по всем отделам, хостотдел, культоотдел, вот что бы вы хотели. Мы говорим, все-все можно? Он говорит, да. Но и нас тут понесло. Мы ему представили эту бюджетную заявку, ну, у меня было 25 листов. То, чего бы я хотела, чтобы в парке было. Но, к сожалению, это просто наши хотелки. Но иногда из этих хотелок можно выудить что-то такое, что действительно, в конце концов, можно и приобрести. Вот тот же самый паровозик, пожалуйста, есть. Ну, а из ближайших реальных хотелок, которые осуществятся, что будет? В этом году... Ну, не вздыхай. Мы хотели порадовать жителей нашего города обновить наш аттракцион «Веселый паровозик». Нет, «Веселый горки». «Веселый горки». Но, к сожалению, поставщик новых пластиковых форм не успел изготовить, и мы не заключили с ним контракт. Но в течение года наш аттракцион обновится. Там будут гоночные машины? Нет. Это будет космическая тематика. Ух ты! Здорово, здорово. У нас есть телефонный звонок. Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуйте. Яна Павловна. Здравствуйте, это Людмила Петрович. Я поздравляю вас с 30-м открытием сезона. Парк работы, вы работаете парк культуры. Спасибо. Я хочу вас поздравить и пожелать вам всего хорошего, ваших творческих успехов. И чтобы всегда-всегда вам было много-много посетителей. Ну, а вам, естественно, оптимизм. Это Людмила Петровна, Валентина. Да мы слышим, Людмила Петровна. Огромное спасибо, Людмила Петровна. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Это замечательная женщина, с которой я проработал много лет. Это манерная Людмила Петровна. Она со мной работала заместителем директора по хозяйственной части. Начала она свою деятельность инспектором отдела кадров, затем стала заместителем подминистративно-хозяйственной деятельности. Очень надежный, очень верный, очень грамотный специалист. Ну, к сожалению, сейчас она ушла на заслуженный отдых. Но мы с ней не теряем контакта. Она всегда приходит к нам в парк и на помощь, и на наши праздники. Хочется сказать, что мы говорим о молодых специалистах, но и ветераны тоже у Сергея Петровича не забыты. На все мероприятия своих ветеранов мы обязательно приглашаем. Обязательно, если что-то случается, созваниваемся. Поэтому ветераны тоже у нас с нами, в нашей команде. Даже если они не работают, но они в нашей команде. Хорошо. Спасибо. Я благодарю вас, что вы пришли на прямой эфир. Это было трудно, это было тяжело. Знаю, сколько много работают, творческие люди, постоянно в поиске, постоянно в творческом процессе. И по себе знаю, что запаковать в какие-то рамки этих людей очень сложно. И тем не менее, спасибо вам огромное. Еще раз примите поздравления с 30-летием. Спасибо. Приглашаемся в парк 1 мая. Да, обязательно. 1 мая в 11 часов детская программа, в 12 часов торжественный пуск аттракционов, игровые поляны сейчас. И в 16 часов большой, огромный, красивый концерт. Все звезды в гости к нам. И все наши посетители тоже являются звездами. Так что, пожалуйста, все звезды в гости к нам. Добро пожаловать. Ну что ж, это будет прекрасный сезон, это будет звездный сезон. У каждого будет возможность почувствовать себя звездой от мала до велика. Добро пожаловать в парк. Вам всего доброго. И вам всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!